Вот мы с вами общались, если не ошибаюсь, где-то в начале года, перед годовщиной российского вторжения. Сейчас уже фактически прошло полтора года войны. Как бы вы на данный момент охарактеризовали ситуацию на данном этапе? В какой точке мы сейчас находимся? Это все-таки продолжение войны или это уже какое-то движение, ну не побоюсь этого слова, каким-то переговорам к миру, которым Украину все время подталкивают, ну или по меньшей мере сообщают, что нас туда толкают. В какой точке мы сейчас? Сейчас нет никаких основ для переговоров. Кремль хочет взять под контроль политику Украины. И Кремль пока не отказался от этой цели, несмотря на провал их армии в Украине. И пока они не готовы хоть изменить свою агрессивную политику, опять нету почвы для переговоров. Поэтому главная задача – это победа Украины на поле битвы. В информационном поле, мы уже с вами об этом говорили, очень много сейчас вбросов, манипуляций относительно того, что Украину подталкивают к каким-то переговорам и к возможной заморозке конфликта на данном этапе. Как вы считаете, или может быть вы знаете, Украину действительно толкают за стол переговоров с Россией? – Поскольку я знаю, нет. Я думаю, что есть и влиятельные официальные лица администрации, которые думают об этом вопросе. Но поскольку я знаю, они не поднимают эти вопросы с украинцами. И публично они говорят, что Украина должна решить, когда закончить эту войну. И официально они заявляют, что они за территориальную целостность Украины. Значит, чтобы Украина взяла под консул всю свою землю. Поэтому мы должны обратить внимание на это, но пока мы не должны опасаться этой возможности. Продолжение следует... Продолжение следует...